всем привет дорогие друзья начинается наше небольшое путешествие питер начинается она у нас с нашей станции зеленоградской нам нужно доехать сейчас до ленинградского вокзала у нас очень удобное месторасположение то есть нам даже не нужно никуда не переходить не уходить мы приедем сразу на ленинградский вокзал и нам нужно будет пересесть в другой поезд сейчас посмотрим уже на ласточки давно не ездила сколько ласточка стоит вот она наша зеленоградская станция вот таким вот образом выглядит вот это вот здание ж.д. вокзала но знаете мне кажется по назначению им давно уже никто не пользуется ваня у меня довольный купил себе плеер ему деньги подарили вот деньги ждевать некуда он плеер себе купил зачем он ему нужен непонятно но слушать музыку идет вань повернись повернись другой стороны повернись в общем его рюкзак с картинкой про картинку загрузил какой-то непонятно что у нас практически два одинаковых рюкзака так но мы сейчас идем билете купим в общем детский билет стоит 60 рублей у нас в одну сторону по социальной карте по не хотел на ласточки ехать расстроился ласточка чуть позже а вот на такой точке уже давно мы не ездили но все равно они здесь усовершенствованные кресла мягкие во всяком случае камеры тоже в вагоне стоят единственное что зарядок нет в вагоне давай ручку вот приехали мы на ленинградский вокзал собственно говоря мы уже фактически с вами на месте ваню теток вывалит сплеер ты хоть бы его под замок как-то это я знаете к чему потому что говорят что в питере сера пасмурно дожди хочу сказать что в москве погода особо ошибка не отличается все то же самое и самое она вот именно в это время там ходить где-то по музеям летом обычно хочется на природу на море куда зимой вот самое но есть время на каникулах почему бы не походить не посмотреть ленинградский вокзал он за последнее время очень сильно изменилось сейчас вот здесь видите обновили все кафе все старые все посносили а новых появилось очень-очень много причем разных форматов таких доступных хороших чистеньких ну по крайней мере визуально я не знаю как там и чего и каждый кто во что раз то смотрите чебуреки без границы как красиво здесь все оформлено то есть это раньше были такие прям совсем маленькие забегаловки дешевые а сейчас нормальные магазины он смотрите с хорошим ассортиментом товар начну сейчас от поездов дальнего следования отделяет вон там маленькая оградка нам сейчас нужно будет туда пройти а видишь раньше вот здесь вот видите вот это объявление большой здесь был проход на ленинградский вокзал можно было сразу пройти а сейчас убрали этот проход и сделали общий через турникет и москве точно так же видите продается все разнообразная одежда причем не очень дорогая то есть вы можете на вокзале купить конфеты смотрите какой ассортимент большой здесь такие козырные места блины в общем есть все что угодно вот она площадь трех вокзалов ярославский ленинградский и напротив от нас казанцы очень удобно у нас в этого места расположения станция метро удобно комсомольской ванте где ваня идет весь в музыке ничего кроме музыки не слышит конечно то так не слышно ничего так внизу есть экспресс-буфет где можно покушать пойдем посмотрим что здесь есть но это пирожное бывает надо что-то покушать но сосиски в тесте здесь наверное нет войны ну она может здесь тоже есть сейчас вон там какие-то пирожки пиццы лежат а вот сосиска в тесте есть сосиска в тесте кетчуп не знаю ну кетчупная на отдельно продается есть сок морс морс вишневый кушать на вокзале вот такой вот маленький салатик ровно три часа облюпиховый сок вани клюквенный сок что лили вишневый сосиска и все это стоит дело 310 рублей вот это вам буфет экспресс-буфет представляете я считаю что для вокзала цены немаленькие но решили перекусить потому что когда мы еще приедем что вы не уберем давай кушать в темпе вальсом почти не знаю как сосиска у вани она у него горячий поэтому он морщится но салат он вообще несъедобный я не знаю как можно так умудриться испортить морковку она реально вот какая-то дико невкусная не знаю может быть дело в майонезе или еще что-то сосиска вкусная но ваня когда куда-то едет у него просыпается всегда дикий аппетит почему-то мы обязательно везде все нужно вышли мы смотрите с одной стороны сапсан у них разница во времени ваня нам и нет мы не опаздываем 15 11 сейчас еще 30 минут один 15 30 поедет другой 15 40 поедет 11 сейчас 15 11 такие вот сапсанчики на сапсанах ни разу не ездили а там другая платформа обычные поезда идут которые долго идут у нас время в пути 3 часа 40 минут слушайте мне не верится что у нас 3 часа 40 минут я посмотрю сколько мы сейчас скоростью поедем потому что последний раз я ехала где-то восемь часов получается он в два раза в антитрику он обтекаемый весь дай камера впереди у него стоит в японии конечно где смотрела у них там все такие поезда давным-давно а для нас это так вот прям на удивление так нам нужно сейчас найти ваня с тобой 7 вагон а а это какой вагон а это 10 вагон 10 вагон со столами здесь статьи есть разная ценовая категория билетов мы взяли с вами самую дешевую покупку без столов и помогу по направлению или против ваня не переживайте чё ты переживаешь честно мы не смогли зайти сразу в наш вагон заходим через 6 там проверяют билеты время билета паспорта только паспорта вот ход наш идет хорошо здесь сразу приходит туалет и так 15 16 место ваня вперед 15 16 смотри всего к самолете набирается есть вешалка чтоб раздеться и быстрее и рюкзак не сняла и рюкзаком здесь довольно удобно видите здесь два места в этом вагоне со столика сюда а мы против хода поедем такой поезд интересно смотрите двери сразу автоматически раз открылись следующий вагон и я прошла посмотреть дома туалет ближайший там дальше получается интересно вагон ресторан сапсоне есть или нет смотреть у нас туалет там приходит так все уютно хорошо удобно ехать недолго ваня с комфортом эти столики здесь вообще не существенно потому что в принципе потому что в принципе вот перед нами видите те же самые столики и есть единственное что неудобно что я одежду здесь повесила но я не рискнула вон там как-то раздеться в принципе никто вашей одежде наверно не уйдет но как-то не здесь много какого-то чтиво перед нами лежит раз а пса на существовать солнце выгляну что-то с чем-то сейчас посмотрим тут все у всех одинаково до выбор питания можно питание видимость заказать было на даже не смотрела принципе ехать то прям совсем мало можно подключиться к аудиоканалу сказки или к медиа-центру в разделе сапсан детям а также загляните в раздел товары для детей сапсан шоп приложение что здесь какое-то есть что почитаем для пассажиров сограничено карта москвы здесь есть ржд бонус так вот это а это тоже москвы а вот питера карта питера мне очень даже пригодится на телефоне это одно а когда она вот такая вот наглядная другое люблю наглядные карты так сапсан нужно будет здесь полистать все это делаем еще что каталог товаров на борту а что а появилась что это такое появилось а мобильная сеть здесь местная мобильная сеть так а здесь можно купить тоже всякую вся чем называется носили на борту самолета обычно там что-то дешево как-то добывается здесь но совершенно не дешево 400 рублей 400 рублей стоит набор ночных масок ничего тут только нет продается о пакетики также лежит памятка какая-то а у вани вот что лежит основные симптомы соблюдайте правила личной гигиена меняйте маску но вот я на вокзале принципе в масках мало кого видела давай в китае все в масках но мы сегодня китайцев вроде бы с вами не видели здесь никаких американцев они по-другому выглядят они по-английски говорили да по английски говорили так ну что ванек с комфортом устроился я тоже с комфортом с плеером наушниками живот здесь вот что то такое есть я не очень хорошо разобралась что это такое что влево вправо подлокотник здесь где плеер этот плеер сюда наушники наверно да а и вот здесь наверно можно выбрать какие-то аудиокниги или еще что-то комфорте никто не отменял давай но кстати в аэрофлоте тоже не сеть уместно она конечно там периодически отваливается там за деньги можно было в аэрофлоте купить тоже интернет приключения начинаются динамики так это индивидуально ты сидишь самое главное то туалет есть мне так даже больше нравится чем допустим в индивидуальном купе ты сидишь точнее лежишь здесь как-то пространство ощущение пространства и все поехали наконец-то кидачу ваня так счастливый я вне рядом же сумка в пути следования вы можете воспользоваться услугами бестро мобильных 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 бар заказать такси оформить железнодорожные и все можно сделать дисконтную карту приобрести билеты на это сервер даже даже экскурсии можно здесь купить а медиа-центр кстати можно фильмы там смотреть разные если заказы закачать вот эту программу так интересно сейчас мы только что ехали в обратную сторону из крюкова сейчас едем назад к нам возвращаемся так жалко что у нас нет остановки сапсана обратно мы взяли на ласточку поедем потому что хочется поезд вечерний будет и в крюково выйти чтобы потом обратно из москвы не добираться а так вот все то же самое мы сейчас проезжали в ту сторону и проезжаем сейчас в обратную сторону солнышко сегодня выглядывает что-то всех всех кораблей угодно морской бой в они любимая игра только он с компьютером играет можно с мамой поиграть он с компьютером играть мне интересно за сколько мы сейчас по времени доедем до твери обычно от москвы до твери ехать до 3 часа на сапсане за сколько нет это вот мы сюда ездили тогда к вере михауне с тобой ты маленький был на дачу не в конаковом вот здесь вот такой вот как-то называется море небо тысячи глаз сверху смотрит на нас только небо одно никого не предал снег ли с неба летит льет ли с неба вода только небо с тобой лишь оно навсегда облаков острова облаков паруса этот товарищ делает вот что мы дали стаканчик он в общем он не может ему нужно постоянно есть в дороге ему нужно постоянно есть понимаете ты теперь на будущее буду знать что нужно с собой брать колу нужно брать с собой эти шоколадки всякие то что он ел сейчас только что вы все видели получится детям нужно брать с собой все как-то забываю что мне не надо и не думаю что ему особо не надо а ванне конечно нужно сейчас скоро должен к твери подъехать уже вот сейчас подъезжаем к твери час где-то мы ехали до твери и вот в общем сейчас объявление что из определенных вагонов будет происходить выход то есть вход тоже был через определенные вагоны не не каждый вагон открывается почему-то непонятно с чем это связано в твери тоже как-то я была один раз к подруге приезжала в гости давно все так меняется настолько штука времени прошло что вот знакомого вообще нет ни ничего а в твери дождь идет представляете час отъехали от зеленограда здесь дождь уже идет а я взяла блинчики думала на двоих с вами ваня отказался на 3 колу выпил блины сказал есть не будет но блины вкусные через два часа пути все очень быка начиналась больше вани не выдержку в любом случае дорога любая дорога и очень хорошо когда ребенок спит что он хотя бы сейчас отдохнет будет полон сила это оказывается еще у нас старая остановка на не смотрел какие остановки как бы у меня на постуку поскольку верхний волочок по моему а вышний вышний волочок точно ваня проспал всю дорогу теперь мы уже с ним подъезжаем к питеру там за окно не смогу вам показать там будет отсвечивать 21 минут назад пришло сообщение от телена что добро пожаловать в санкт-петербург наверное мы раньше в него ехали только только услышал что то ощущение когда ты вышел на перроне тебя никто не встречает в какую сторону ты идти не знаешь вообще понятия не имеешь и куда сейчас в какую сторону когда приезжаешь куда-то в незнакомый город очень конечно важно приезжать днем потому что когда темно ориентироваться сложнее но наше время google карта давай когда не потеряешься особенно если у вас несколько телефонов вон написано уже наверху видишь ваня ваня сам сам петербург людей так беспорядочно и мы видим такую картину он там написано выход прямо там вход запрещен но выход получается в одну сторону только ваня вон туда все иду следуйте на северо-восток мне нравятся такие карты google следуйте на северо-восток еще хотя бы знать где бы этот северо-восток был карта метро здесь же схема московского вокзала московский вокзал чем-то похож очень на ленинградский я бы сказала как ты находишь но меньше ленинградский больше зато смотри там схема движения поездов дальнего следования огромная схема так и не пойму чтобы выйти в город нужно обязательно пройти через вокзал по всей видимости пойдем через вокзал ой смотрите голубь на вокзале как он сюда залетел ваня смотри голубь как он сюда залетел ау ну не знаю ваня сейчас разница о второй голубь смотри откуда они здесь здесь вроде бы крыши наверху как они сюда залетают я все иду пытаюсь стараясь рассмотреть вокзал ну я так поняла что выход да отсюда один ваня так судя по описанию ваня вот это впереди наверное метро площадь восстания так дома нам нужен невский проспект а сейчас ваня ну я так террориально нет нам нужен невский проспект я специально бронировала рядом гостиницу чтобы максимум 10 минут вот это какая улица у тебя сейчас показывает это улица я не показываю давай пойдем посмотрим что написано но метро вот оно рядом я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю но там заканчивается невский 116 а нам нужно 136 я ничего не могу понять по карте крутимся в разные стороны на поле нету мы нашли нашли еле-еле смотрите какой подъезд небольшой совсем здесь ресепшн получается и тарифы на проживание тарифы на проживание стандартный номер а что-то мы дешевле бронируем на букинге если бронируешь меньше да стоимость у отеля да у нас на 4 смотрите как здесь так интересно сделано все пол такой красиво номеров немного здесь это бывший доходный дом купца в общем пятый этаж большой он является я вижу жанлифт да в общем здесь получается что смотрите как как сколько здесь пространство здесь получается что дом этот живой но уже практически всех жильцов расселяют то есть покупают где-то в каких-то местах квартиры потому что отель хочет занимать все пространство но пока что еще пока что еще не до конца смотрите лифт какой точнее лежит Вань что? Вань подожди сейчас определимся я просто мне просто посмотреть что как здесь все выполнено представляете какие потолки жалко камера не передает до конца всего какие оконные вот эти вот рамы огромные ну сейчас посмотрим в номере как что столик такой интересный зеркало не я первый раз просто такую гостиницу отель вижу как сделан как сделан зеркальце столик ковры ковровые покрытия надеюсь в номере нет коврового покрытия карту вставили карту вставили заходим с Ваней ух ты вот это да тогда разувайся Вань я знаете чему удивляюсь шкафу огромному вот такому разувайся говорю карту давай пока при входе положим потом будет видно мы взяли две но как бы номер конечно на картинке выглядит больше в реале он чуть меньше но для нас для твоих в принципе прям ну более чем достаточно сейчас пройдем с вами все посмотрим она сказала что фамилию сперва номер комнаты потом фамилия у меня просто смотрите какой пол здесь плиткой какой выложим мраморный Ваня будем с тобой шагать по мраморной плитке у нас вещей с тобой нет два рюкзака а здесь шкаф шкаф сейф халаты тапочки то что обычно в пятизвездочных отелях бывает а здесь в трехзвездочном отеле но нам конечно надо сейчас идти с Ваней на пропитание что-то пропитание добывать сейчас оставим вещи Ваня давай сейчас развиваться пока не будем я хочу спросить где мой пауэрбанк там где-то внутри у тебя пойдем сперва сейчас продукты купим домой сюда или покушаем где-то или продукты наверное сейчас возьмем завтра уже будем где-то кушать ну сейчас мы потому что территорию не знаем надо пойти посмотреть все как что в общем давайте наверное обзор видео будет в следующем видео начнется следующее видео с обзора номера уже с полного ну вот так вот вкратце вы увидели а мы сейчас пойдем купим что-нибудь покушать сюда в общем дорогие друзья главное что мы добрались свет здесь конечно тусклый я мама я в принципе в комнате нормальный да на этом я с вами прощаюсь но видео разумеется наши штока начинаются завтра будет обзор номера завтрак и все остальное как мы сейчас магазин какой-нибудь ближайший здесь найдем так что всем как всегда хорошего настроения обязательно увидимся с вами вновь пока-пока пока-пока ошибка ангела ну что ж все говорят переживешь как все пришла как все уйдешь бывает ты терпи кроткая душа боясь кому-то помешать но все ее прогнать спешат Израиль а живет в моей не